А теперь более подробно об этих и других событиях. Опальный банкир Андрей Беляев просит свободы. Взамен он обещает рассчитаться со всеми обманутыми вкладчиками валют Транзитбанка. Сегодня с таким заявлением сам Беляев обратился лично к генеральному прокурору страны. Своё письмо он засчитал на судебном процессе в Караганде, который длится уже второй год. Как признался банкир, он придумал схему, которая поможет не только рассчитаться по долгам, но и восстановить его собственную репутацию. Осуждение меня на новый долгий срок может удовлетворить некоторых людей, но не решит задачу возврата вкладов населению и не снимет социальную напряженность. Надеюсь, что моё предложение будет принято и мне будет дана возможность организовать выплаты вкладов населению, что позволит снять социальную напряженность в регионе, а мне вернуть репутацию и честное имя. По мнению самих вкладчиков, члены ликвидационной комиссии, в которую входят более 100 человек, специально затягивают судебный процесс из-за собственной выгоды. На их содержание ежемесячно уходят крупные суммы денег, только аренда нескольких объектов недвижимости, принадлежащих Беляеву, ежегодно приносит около 30-40 миллионов тенге. Но я хочу сказать, что не 35 миллионов в год, не 45 миллионов в год, а можно получать 35-45 миллионов в месяц. В месяц можно получать от аренды этих объектов для того, чтобы делать выплаты вкладчикам. Напомню, в октябре 2006 года на бывшего главу валют транзитбанка завели уголовное дело за финансовые махинации. В июне 2008 года суд приговорил Беляева и двух его заместителей к 3,5 годам тюремного заключения. Теперь по другой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы.